Праздничный концерт памяти Динмухамеда Кунаева начался не с музыки, а с торжественных речей. Президент страны Нурсултан Назарбаев окунулся в воспоминания о тех годах, когда жил и работал Димаш Ахмедович. Это была жесткая эпоха тотального контроля со стороны Соединенного Центра. Решение о том, как развиваться республики, что и где строить, принимались за тысячу километров от наших границ в Москве. Мы с вами это помним. Говорят, что благодаря дружбе с Брежневым он так долго держался за власть. Но время было такое, что без четкого подчинения решениям и без поддержки Центра невозможно было находиться на своем посту и решать какие-либо вопросы. Этот концерт организовал Акимат Алматы. Глава города Ахмеджан Исимов был лично знаком с Димашем Ахмедовичем. И у него остались самые светлые воспоминания об этом человеке. Как вы знаете, сегодня мы отмечаем 100-летие со дня рождения Димаш Ахмедовича Кунаева. В этом зале собрались видные политические и общественные деятели, заслуженные деятели культуры, искусства и близкие родственники Димаша Ахмедовича. Это было сложное время, когда руководил Димаш Ахмедович. Не могло обойтись и без ошибок, заметил в своей речи президент страны. Вытравливались народные традиции, казахский язык, культура, религия. Из-за неграмотной политики Центра разразилась экологическая катастрофа на Аральском море. Тысячи людей страдали от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В этом драматическая противоречивость судьбы Кунаева, сказал президент. Но даже в этих условиях Димаш Ахмедовичу удалось поднять промышленность, науку, образование, искусство. Поэтому память о народном герое должна оставаться в народе светлой и чистой. Два десятилетия назад, когда в долгих республиках развенчивали, не спровергали бывших кумиров, убирали, ломали их памятники, мы не стали этого делать. Мы всегда с уважением относились и будем относиться к своему прошлому, к старшим поколениям, оставившим заметный след в истории нашей страны. Это главный урок, который нам всем следует освоить. Мы завещаем это нашим потомкам как основу стабильного развития нашей страны. Чтобы Кунаева чтили и помнили, в 1994 году президент Назарбаев издал специальный указ. С тех пор его имя увековечено в названиях улиц, проспектов. Есть университет имени Кунаева, в его честь назван горный комбинат, утверждены стипендии и премии Димаша Ахмедовича. В памяти Кунаеве установлена мемориальная доска, открыт музей, а с сегодняшнего дня и музей-квартира. Своё выступление президент подытожил экономическими достижениями Казахстана за годы независимости. Если в советское время по темпам экономического развития страна занимала 13-е место, то сейчас уже второе, а по некоторым позициям и даже первое место. В этот день хотели высказаться, вспомнить о Димаше Ахмедовиче многие. Очень хорошо знал Кунаева ветеран Великой Отечественной, друг и его сосед Султан Джеймбаев. Можно сказать, он был рядом с первым секретарем ЦК Компартии Казахской ССР до последнего дня. Любая нация, любой народ прославляется и становится известным в мире через подвиг своих сыновей и дочерей. Одним из таких видных людей 20 века в истории казахского народа, несомненно, является Димаш Ахмедович Кунаев. Он жил не для себя. Его высшим предназначением всегда было служение людям. Он прожил долгую и замечательную жизнь. Его имя дорого. Память о нем всегда будет храниться в сердцах и умах миллионов казахстанцев. Звезды казахстанской эстрады не говорили, а пели в память о Динмухамеде Кунаеве. Народная артистка Биби Гультулигенова и в те времена правления Кунаева была его любимой певицей. Сегодня она также звонко, как и много лет назад, исполнила песни, которые не стареют с годами. Анарда Стамбекова, Ася Ткундагпаев, телеканал Алматы.